С вами новости дота изгоев. Нави опять китнули генерала. Стали известны все детали второго мейджора. ДМ с читаком разносят студентов на местной лиге. Менеджер ВП рассказал о распаде состава. ESL анонсировали второй мейджор этого DPC сезона. Он состоится в шведском Стокгольме. В коротком видеоролике организаторы сравнили этот ивент с возрождением Феникса. Это как бы отсылочка к возвращению полноценных ланов в доту. Давай же вместе пробежимся по всем деталям предстоящего турнира. Стокгольмский мейджор пройдет с 12 по 22 мая. И самое главное, зрителей пускать будут. Причем продажа билетов, если еще и не началась, то вот-вот начнется. Ну а не спеши доставать кошелек и паковать чемоданы. Сначала послушай подробности. Во-первых, турнир пройдет на некой Ховит-арене. Если помнишь, в 2019 в Стокгольме уже был мейджор по доте. Так вот он прошел в небольшой пристройке под названием Анексит. В прошлом году в Стокгольме был мейджор по КС. Он пробился в довольно крупную Авичи-арену на 15 тысяч мест. При этом буквально по соседству есть громадный монстр под названием Теле-2-арена. А там вообще все мировые звезды дают концерты. Дотеров же на этот раз отправляют в еще одну пристройку. Ховит-арена это относительно небольшой хоккейный стадион на 8 тысяч мест, построенный почти 70 лет назад. Там уже и в хоккей-то не играют. Все матчи перенесли в современную Авичи-арену. При этом обратив внимание, что зрителей будут пускать лишь наполовину стадиона. Однако это не значит, что количество билетов нужно делить на два. Дело в том, что вместимость стадиона указывается без учета мест на льду, то есть прямо перед сценой. А ведь для дотеров это будут самые дорогие и самые лакомые места, а значит их создадут немало. Короче, я думаю будет тысячи три обычных зеленых мест и тысячи две желтых випок. Теперь по поводу цен. Обычный билет на все три дня финалов обойдется в 7500 рублей. Такой же билет с мешочком сувениров будет стоить 11500. Ну а випка с местами у сцены 16500. Что же касается ковидных ограничений, то на данный момент их в Швеции нет. То есть носить маску или сдавать какие-то тесты для попадания на арену не надо. Правда попасть в саму Швецию сейчас можно далеко не из всех стран. Даже при наличии сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. Например, украинцев в Швеции уже пускают без проблем. А вот россиянам для пересечения границы нужна будет какая-то особая причина. Естественно, ситуация может измениться со временем. Так что сейчас покупка билетов это все еще дело рисковое. А, чуть не забыл. Комментировать мейджор будет мейнкаст. Надеюсь, Вилат, Алсиор, Хвост и компания накормят нас качественным контентом. Если же тебе лень ждать мая, то можешь уже сегодня покушать лан-контента с мейджора по КСу из польского Катавицы, который проходит с 17 по 27 февраля. Правда, как говорится, одним контентом сыт не будешь. Поэтому предлагаю прямо сейчас заказать чего-нибудь вкусненького в приложении Яндекс.Еда. Тем более, что по моему промокоду еще и 15% скидочки будет. Смотри, на Яндекс.Еде полно заведений всех кухонь мира. От японских суши до итальянской пиццы. Причем их можно отсортировать по рейтингу, по цене или по скорости доставки. Кроме того, в приложении постоянно появляются акции и спецпредложения, чтобы ты мог кушать не только вкусно, а еще и выгодно. Короче говоря, все сделано для твоего удобства. Можно даже заказ оформить с телефона прямо по дороге домой. Делаешь пару кликов, оплачиваешь и еда уже в пути. Слушай, получается не зря я все это время с таким флагом ролики снимал. Смотри, как Яндекс.Еда вписывается. Предлагаю и тебе вписаться, а точнее вписать. Впиши промокод MORF по ссылочке в описании и получишь 15% скидки на свой первый заказ. Промокоды для Беларуси и Казахстана ищи в описании к видео. А, и не забудь оставить курьеру немного чаевых. В приложении это делается очень просто и вся сумма идет непосредственно человеку, доставившему заказ. Ну что, по-моему самое время вкусно покушать. Так что залетай на Яндекс.Еду по ссылочке в описании, вводи мой промокод и наслаждайся топовой доставкой по отличной цене. Virtus.pro и Gambit внезапно оказались в центре скандала. Дело в том, что их игроки зарегистрировались для участия на Всероссийской студенческой лиге по доте. Так мало того, с ними в составе еще и оказался известный читак Sensibility. В этом скандале есть два ключевых момента, которые я хотел бы обсудить отдельно. Первый, это сам факт участия профессиональных игроков в очевидно аматорской студенческой лиге. Что ж, и ДМ, и Альберка имеют полное право играть на этой лиге. Ведь они являются действующими студентами Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Более того, там же учится и кейсер из Virtus.pro и Kinder, который также играет в студенческой лиге в своей дисциплине. И знаешь, что я хочу сказать? Вот в этом я лично не вижу ничего такого. Да во всем мире крутых спортсменов зачисляют в топовые вузы и проставляют все зачеты без посещений. Ведь победы на крупных государственных и тем более интернациональных соревнованиях дают вузу узнаваемость и престиж. Справедливо ли это по отношению к рядовым студентам? Нет, конечно, только вот наш мир в принципе не особо-то справедлив. Другое дело, что прошники вроде как не собираются приезжать на лан-финалы, а вместо них будет играть кто-то другой. Вот тут уже к организаторам появляются вопросы. Путевку на лан, получается, выбивал один состав, а играть в итоге будет другой. Однако гораздо больше вопросов лично у меня в этой истории вызывает сенсибилити. Во-первых, он официально признан читером и забанен на всех турнирах Valve и ESL. Только вот Федерация Компьютерного Спорта, организующая студенческую лигу, почему-то не видит в этом ничего такого. Согласно их официальному заявлению, у Федерации есть свой список банов и сенсибилити там отсутствует. А что там у Valve, да это никого не волнует. При этом оснований полагать, что сенсибилити нарушает правила турнира, тоже нет. Окей, Федерация допускает читаков к студенческой лиге, с ней все понятно. Но вот куда смотрят сами профессиональные команды? Ладно, Альберко вроде бы не знал, что будет играть с сенсибилити, а когда узнал, то сразу отказался от выступления. Virtus.pro же наоборот, не против участия ДМа в одном составе с игроком с забаненным Valve. Они лишь удивились и выразили надежду, что он исправился. Интересно, а ваши спонсоры что скажут, когда узнают, что один из ключевых игроков дота состава тусуется с читаком? Более того, сенсибилити даже не числится в вузе, а лишь поступил на подготовительные курсы кройки и шитья в колледже, при этом в вузе. По-моему, он всех просто троллит. Блин, какие еще курсы кройки и шитья? В общем, мое мнение такое. Привлечение прошников в вузы и разные локальные соревнования это распространенная мировая практика в спорте и здесь к ФКС претензий никаких нет. Однако допуск читака, даже и не учащегося в универе, это полный трэш, которого быть не должно. Na'Vi в очередной раз кикнули генерала. Как пояснил Соло во вчерашнем ролике, они банально не смогли сойтись во мнение. Просто разные взгляды на игру, принципиально разные. В первую очередь, мне кажется, у меня и у него. Слишком много мнений было в команде. Это очень плохо, когда одеяло тянется в разные стороны. При этом, как и год назад, все остальные игроки остались в составе. Остальные четыре игрока готовы продолжать играть вместе, смотрят в одном направлении. Так, я не понял, а где видосик из машины с обвинениями в предательстве? Я такой, типа, в шоке, что? Вы, типа, в крысу за спиной решили меня набрить. Что ж, похоже, Na'Vi осознали свою ошибку и на этот раз расстались с генералом адекватно. А еще пост тренера и ответственного за дота направления покинул артстайл. Команда приняла решение, что отвечать за подготовку, драфты и построение игры буду я. Из команды ушел Ваня, но не покинул организацию Na'Vi, поэтому следите за новостями, апдейтами. На самом деле, видос Солыча получился неплохим, а точку он ставит с помощью вот такого обращения. Нужно поверить, нужно поддерживать команду, мы будем очень стараться, нам не все равно. Только вот лично у меня уже веры в этот состав вообще не осталось. Надеюсь, парни докажут, что я ошибаюсь. Троих игроков Hellraiser's не пустили на украинский буткемп для подготовки к предстоящему мейджеру. Согласно официальному заявлению организации, Gilgir, Limitless и Rable не смогли пересечь пограничный контроль в аэропорту Борисполь. Как уточнил менеджер Ашеров, парней развернули, несмотря на наличие всех необходимых документов. Трех наших игроков не пустили в Украину. У нас были все документы в порядке, мы очень долго готовились, все как обычно. Но обстоятельства были сильнее нас. Али Марман будет играть отсюда, с нашего буткемпа, а ребятки будут играть из дома. Лигу, ДПЦ и Д2ЦЛ, соответственно. Таким образом, шансы на успех на мейджере, который, я напомню, пройдет в ближайшие выходные, у парней резко снижаются. Но сам посуди, ребята будут играть на разном пинге, в разной атмосфере, да еще и обсуждать игры нормально не смогут. Ведь любой проигрок понимает, что общение в Дискорде, это совсем не то же самое, что обсуждение в Реале. Возьми наших спиритов. Казалось бы, чемпионы Инта, что им те сборы? Сиди да спокойно играй из дому. Только вот они, даже ради регулярного ДПЦ сезона, на месячный буткемп собирались. Кстати, раз уж я показал вот этого товарища, давай-ка расскажу всякие интересности из его недавнего интервью. Если кто не знает, это Дима Нюкем, и именно он был менеджером легендарного состава ВП с Рамзесом и Соло. Во-первых, оказывается, в ВП к нему относились как к личному слуге, у которого не должно быть своего мнения и уж тем более медийки. Как пишет Нюкем, Роман Дворянкин забирал всю славу себе, и поэтому многие болельщики даже не были в курсе, что у золотого состава был отдельный менеджер. Более того, менеджеру была дана прямая установка холить или леять игроков. Ни в коем случае нельзя было им перечить, а также говорить или делать того, что могло бы их расстроить или разозлить. Из-за этого Нюкем работал в постоянном стрессе и страхе что-то сделать не так. Со временем еще и запросы игроков начинали расти, а руководство холдинга не понимало этого и не хотело идти на поводу молодых геймеров. Дмитрий, по сути, оказался между двух огней. С одной стороны, игроки давят, мол, ты плохо выполняешь свои обязанности, потому что не выполняются наши хотелки. А с другой, начальство говорит, что, цитирую, менеджера легко поменять, а игрока нет. Поэтому Нюкема, как он вот здесь выражается, вынудились жрать экскременты. Само собой, без последствий такая работа не проходит. Дмитрий признается, что в то время целых два года сидел на антидепрессантах, а также получил психическое расстройство. Он, по сути, занимался саморазрушением и к концу золотой эры ВП сильно выгорел. Как бы это ни звучало невероятно, но после Virtus.pro Нюкем из успешного менеджера практически стал отшельником. Он бросил свою привычную московскую жизнь, расстался с девушкой, взял чутка денег и уехал жить на загородную дачу, где просто гулял и любовался закатами вплоть до попадания в ашеры. Однако не стоит думать, что в жизни Дмитрия во времена ВП был один лишь негатив. Он пишет, что хорошо зарабатывал, гулял, выпивал, да и в целом круто проводил время с ребятами. В какой-то момент он даже сам зазвездился и поверил в силу такого подхода. Мол, игроки это рок-звезды и отношение будет соответствующим. Правда, сейчас Нюкем уверен, что этот подход не стоит переносить на другие команды, а менеджеру нужно давать больше прав, чем водоносу. Второй занятный момент из интервью Дмитрия, это инсайды по распаду состава ВП. С течением времени Соло начал терять авторитет в команде, а Рамзес наоборот его набирал. И вот после восьмого инта, когда команда уже была на грани распада, Солыч решил полностью отказаться от капитанства. После этого команда уже не работала, потому что оказалось, что медведям нужен был симбиоз двух капитанов, опытного Соло и дерзкого Рамзеса. Кроме того, на распад золотого состава внезапно сильно повлияла медийка Рамзеса. Все эти ластхиты по перхоти и титул апостола при отсутствии результатов явно не шли команде на пользу. Ключевой же фейл самой организации был в том, что они взяли второго тренера за месяц до инта. Как итог, Булк и Арзик не смогли нормально скоординировать команду и все закончилось крахом. Ну и третий интересный момент из интервью, это то, как изменилась организация Virtus.pro, да и в целом весь Сисфорс Холдинг. По заверениям Нюкема, он приходил в организацию в беззаботное время, когда деньги инвесторов буквально текли рекой. Однако к концу золотой эры Холдинг полностью реформировался, и с них начали требовать возврата инвестиций, а также закручивать гайки. Смотри, Нюкем даже дворянки написывает как свояка, который мог порофлить с игроками и любил стоять за их спинами. Хах, мне это чем-то напомнило подход Димы Смелого в Moscow 5. Сергей Гламазда при этом совсем другой. Он, как пишет Нюкем, топ-менеджер из корпоративного сегмента и акула бизнеса. В общем, вместе с золотой эрой Virtus.pro закончился их расслабленный подход к ведению дел. Вместо этого пришли серьезные дядьки и начали спрашивать за каждую копеечку. В Hellraiser же, как в молодом стартапе, остался более расслабленный подход старых ВП, но с игроков уже не надо сдувать пылинки, как с мировых звезд. Именно это и прельстила Нюкема. Вдобавок, ему еще и полномочий насыпали. В общем, что я хочу сказать. Спасибо порталу Iscore News. Интервьюху я прочитал с интересом. И да, вы просили получше рекламу в роликах. Так куда уж круче Яндекса, правда? Поэтому сделайте заказ с моим промокодом. И вам скидочка, и моему каналу плюсик. И подобного типа рекламы в дальнейшем будет больше. Факт дня. Депрест Кит совсем недавно стримил доту 29 часов подряд. За это время он сыграл 41 матч и выиграл из них лишь 13. После завершения стрима он сыграл еще несколько каток.